Доброе утро, уважаемые трейдеры! Мы стараемся адаптировать и подстраивать и наши долгосрочные торговые рекомендации. Пока что, глядя на весь спектр финансовых инструментов, можем четко сказать, что на руку нам только динамика нет, потому что черное золото, какой бы актив вы бы не взяли за основу торгов WTI или Brent, в целом находится в нисходящем ключе. И у нас есть прекрасное фундаментальное объяснение, почему, собственно, эта динамика будет сохраняться и дальше. Дальше. Вчера на повестке торговой сессии был очень важный отчет по Англии, это данные по инфляции. Мы сегодня о них тоже поговорим, поскольку я уверен, что тот рост, который сейчас развивается по фунту, и не сомневаюсь, что он будет продолжен дальше, базируется, в том числе и на том релизе и фактические цифры по инфляции, которые мы получили и имели возможность анализировать. Что касается текущей торговой сессии, то она также обещает быть не менее интересной, потому что сегодня, друзья, у нас сразу два очень крутых отчета по штатам. Это, собственно, роничные продажи и индекс потребительских цифр. Это та статистика, которая будет нами использоваться для того, чтобы определить именно планы американского регулятора по изменению политики и срокам повышения процентной ставки. Ну и, конечно же, сегодня, поскольку речь все-таки идет о торговой сессии среды, у нас запасы нефти. В 18.30 по московскому времени этот релиз будет публикован. Руководствуясь опытом реакции трейдеров на отчеты минувших недель, можно сказать, что нефть откосил в день придет в активные движения. И если статистика, которую мы ожидаем, снова позволит нам говорить о приросте запасов нефти и, собственно, увеличении объема добычи, мы реально будем претендовать на то, чтобы пробраться по котировкам того же самого бренда в рамках компании «Амаркет стикета» этого инструмента «Юкоил». Этот инструмент претендовал на 60 долларов за баррель. Ну, собственно, давайте плавно перейдем к тому, что происходит на рынке черного золота. Ну, вчерашнего дня, 61.76. Сейчас сложилось так исторически, мы на брифингах говорим о более высоких котировках, но это, опять же, связано с присутствием для данного периода и времени соток от рейдеров, которые, возможно, не сильно активничают по нефтянке. Основные тренды начинают разворачиваться на европейских торгах и на американских. Азиаты не очень активны на этом рынке. Соответственно, сейчас 62.82, ну, может быть, за последние минуты немного ситуация ценовая изменилась. Но все равно, я думаю, что мы можем говорить о том, что динамика нисходящая сохраняется. Вчера очень детально мы проанализировали новостной фон, который сложился и пришли к выводу о том, что рынок по-прежнему резонирует и опирается в плане вот этих распродаж на колоссальный прирост нефтедобычи в США. Это как следствие последнего отчета от администрации наличной информации. А внутри дня у нас был еще и локальный триггер. Это уже прогноз, доклад управления на речническую информацию, в соответствии с которым на семи основных шельковых месторождений, можно сказать, это в рамках бассейна Пермин, ожидается прирост уже в марте на 110 тысяч баррелей до 6.75. Это еще один признак того, что американские исландцевые производители остаются на коне по максимуму, используя те возможности, которые есть по увеличению выработки. Я думаю, что данный тренд не изменится. Все это усилило еще распродажи, вызванные публикацией отчета Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Серьезный рост, если в целом оценивать общее текущее количество терминалов на платформе, это максимум, как вы помните, с 2015 года, а рост, собственно, оказался и стал максимальным с января 2017 года. Соответственно, все эти отчеты позволили сделать вывод о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат создавать серьезную угрозу для балансировки рынка черного золота. И Соединенные Штаты Америки уже в перспективе ближайших месяцев смогут при сохранении текущих объемов добычи не то, чтобы закрепить результат, а смогут претендовать на выход по совокупному производству на 11-миллионную опланку баррелей в сумке. А это тот самый рубеж, который позволит им опередить Россию и стать основным производителем черного золота, углеводородов, нефти в мире. Мы видим то, что регулярно пересматриваются доклады, прогнозы, собственно, ведомств различных, но в данном случае администрация, медицинская информация, но фактические цифры по производству, они идут несколько более высоким темпом и обережают эти самые прогнозы. Если замкнуться на вчерашней торговой сессии, динамика была разонаправлена. В целом, большую часть дня мы котировались на отрицательной территории, потому что трейдеры получили возможность продавать нефтянку, поскольку на рынок пришли сообщения о том, что страны вне ОПЕК увеличивают объемы добычи, потому что реально начинают уже паниковать из-за текущей ситуации, когда им приходится действовать в рамках соглашения снижать добычу, а штаты при этом в геометрической прогрессии наращивают объемы производства. И доказательством того, что действительно вот эти страхи уже фактически приводят к конкретным действиям, является процент исполнения договоренности. Если в конце прошлого года мы говорили и видели оценку, то что страны соблюдают даже больше, чем на 100% обязательства по энергетическому факту, то вот последние цифры класят уже о том, что страны вне ОПЕКа сейчас уже гораздо менее чистоплотные в данных обязательствах. И процент исполнения договоренности находится уже на уровне 85%. Я думаю, друзья, будет еще ниже. В конце концов, мы можем выйти, опять же, на такое прямое заявление страны ОПЕКа. И в целом, идеологам вот этого энергетического факта, что пришло время на, скажем, неопределенные сроки все-таки приостановить вот эти порывы высокопарные, направленные на сокращение добычи для поддержания цен на них. Ну, конечно же, они не смогут сказать, что это решение принимается из-за того, что они боятся, что штаты и дальше продолжат красть их долю. Скорее всего, это решение будет аргументировано тем, что изначально суть энергетического пакта была в том, чтобы поднять пятеровки нефти вверх. И сейчас цены на нефть выросли, но сейчас, правда, немного опять откатились, но видели и 70 долларов за баррель. Поэтому цель может быть реализована, и нет уже необходимости дальше соблюдать в полной мере эти самые обязательства. Это что касается реакции трейдеров в большую часть торговой сессии вчерашней. Но все-таки, друзья, под конец дня на рынке появился и, скажем, позитивный новостной фон, поспособствовал удушению состояния котировки, вернулись практически к тем ценам, с которых мы стартовали торговую сессию. Это тоже стало причиной, точнее, реакцией трейдеров на прогноз отчета другого верноства, который также оценивает ситуацию на рынке черного золота. Это международного энергетического агентства, которые пересмотрели прогноз спроса на нет, ну, разумеется, в сторону повышения. И их прогноз опирался на крайне оптимистичную оценку Международного валютного фонда, который видит массу возможностей и аргументов, по которым мировая экономика будет расширяться и расти в этом году. И, соответственно, рост мировой экономики потребует и будет должно соответствовать большим аппетитам на потребление сырья. Немного это настроение улучшило, друзья. Но я думаю, что если взвешивать уже, скажем так, такие образные весы, где у нас есть аргументы против роста цен на нефть и аргументы в пользу поддержек котировок, мы перейдем к абсолютно оправданному и, на мой взгляд, очевидному выводу, что сейчас признаков и сигналов того, что нефтянка не корректируется, а развивает новый тренд, который направлен в нефть все больше и больше. И отдельное спасибо, огромный низкий потлон со стороны продавцов, друзья, конечно же, нефти, с Соединенным Штатом Америки, которые действительно вышли на уровни, которые прогнозировались, в том числе и нами, но гораздо быстрее, чем мы думали. 10-25 миллионов, друзья, сейчас производится в Нью-Йорке США, они уже обогнали Саудовскую Аравию и вплотную приблизились к России. Я думаю, что при таких темпах, конечно же, им удастся занять место номер один по объемам добычи. Соответственно, напоминаю, что сегодня у нас в 18.30 уже новый обновленный отчет Администрации Натичской информации. Мы ждем цифры того, насколько увеличилось производство нефти на неделе минувшей. Я не сомневаюсь в том, что рост тоже был довольно неплохим. Даже прироста в 40-50 тысяч будет более чем достаточно, чтобы снова надавить на котировки нефти. Поэтому ждем поддержки для нашей короткой позиции и ни в коем случае не сворачиваем из пути продажа всего рынка черного золота. Рубль практически 58. Я думаю, что при возобновлении коррекционной динамики российская валюта также быстро окажется выше этой планки. К сожалению, иной реакции быть не может, не только потому, что это, скажем, реалии российской экономики. Это в целом реалии любой экономики, которая зависима крайне от стоимости на сырьевые инструменты, которые являются, по сути, жизненно важными для нее. А таких экономик много. В основном это развивающиеся рынки. Но Россия, как вы знаете, завязана на котировках черного золота, которые напрямую влияют на всю микро- и макро-политику, которая проводится в рамках страны. Опуская, собственно, до валютного курса, мы понимаем, что рубль демонстрирует зачастую абсолютно такую же коррелирующую динамику. Поэтому, зная, что произойдет с нефтянкой дальше, мы смело можем ставить на то, что и рубль будет неизбежно стремиться выше 60. Дальше я хочу, друзья, обратить ваше внимание все-таки на американский фондовый рынок, потому что это сейчас важно. Вот та оценка и анализ, который я провожу, обращая внимание на поведение всего спектра финансовых инструментов, и сейчас особенно возросший интерес к защите, позволяет сделать, на мой взгляд, правильный вывод, который заключается в том, что американский фондовый рынок, как был в центре внимания на прошлой неделе по причине тех колоссальных распродаж, так и остается настолько интересным и сейчас, даже тогда, когда мы вроде бы как уже не говорим о таких серьезных потенках. То, что на рынке присутствует, и я бы даже сказал, доминируют продавцы, может быть, они себя еще не проявили, но они есть, они ждут, скажем, своей минуты, секунды для повторной активности, подтверждает тот факт, что мы видим периодически резко возрастающий спрос на защите инструмента. Вот посмотрите, что происходит с японской валютой в последние торговые сессии, что происходит с франк, что происходит с облигацией японской иены. Вообще, по-моему, очевидный сигнал того, что рынок еще немного, даже не немного, а мягко говоря, пребывает в состоянии нервозности и такой латентной паники. И стоит только американскому фондовому рынку снова показать слабость, эта паника также, скажем, выйдет на совершенно новые уровни, которые станут причиной еще большего спроса на защитные инструменты. Про причины распродаж фондового рынка мы с вами говорили. Это и, скажем, позиция трейдеров, которая связана с тем, что рост заработных плат до максимума с 2009 года, это уже отчет, по сути, двухнедельной давности, может негативным образом сказаться на фондовом рынке, поскольку приведет к сокращению прибыли корпоративного сектора. Вторая причина – это перспективы более быстрых темпов ужесточения монетарной политики. Вот вчера я коснулся третьего аргумента, который, на мой взгляд, является состоятельным, и он же сейчас, возможно, является серьезным риском. Это то, что обвал американского фондового рынка происходил параллельно с таким же серьезным ростом доходности американских облигаций. Вы помните, что здесь логика тоже довольно простая. Если растут доходности трейджа, снижается аппетит, интерес с хоккейным бумагом, за которыми стоят компании с высокой долговой нагрузкой, долговым временем. Таких компаний очень много. Кто-то говорит, что 40%, кто-то говорит, что 50%, а кто-то считает, что большинство. Я думаю, что все-таки правы те, кто, опять же, придерживается позиции, что таких более 50%. Соответственно, друзья, что мы сейчас можем взять за основу торговую американским фондовым рынком. Мы можем ориентироваться на то, что все-таки доходности действительно влияют на эти локальные тренды доходности американских облигаций, поскольку трейджи, скорее всего, будут расти, поскольку рост на текущем этапе отражает очевидные признаки ускорения инфляции и более крутой траектории повышения процентной ставки. Ни первое, ни второе. Не меняется инфляция, действительно, продолжит расти. Вот последний комментарий Ларета Мейстер, которая выступала вчера, тоже позволяет сделать вывод о том, что все-таки большая часть представителей ФРС склонны полагать, что макроэкономическая картина улучшится. Трейдеры допускают 2-3 повышения процентной ставки. Консенсус прогноза голосующих членов ФРС около 3 повышений процентной ставки, ну, точнее, даже 3. Соответственно, если этот сценарий будет реализован, доходности американских облигаций перевалят за 3 процента и окажут еще большее давление на фондовый рынок. Но это может быть несколько растянутая перспектива. Опять же, попытка фундаментально объяснить те риски, которые есть для американского фондового рынка. Но что может с ним произойти в ближайшее время? Вижу много комментариев от, скажем, аналитиков, экспертов, которые стоят за очень крупными фондами. Безусловно, текущая ситуация с фондовым рынком их тоже обеспокоит. Но они сейчас все единогласно, я думаю, что к их мнению стоит прислушаться, призывают воздержаться от длинных позиций, потому что американские фонды рынка еще не вышли с фазы коррекции. И то, что сейчас идет восстановление, то это, скорее всего, очередное затишье. Перед полей и американскому фондовому рынку не стоит ничего просесть еще сильнее. Вот, кстати, я обозначаю конкретные даже сроки. Это, возможно, даже до конца первой декады марта мы можем сорваться с еще одной волной распродаж. И, соответственно, при снижении американского фондового рынка мы будем ловить S&P на отметке 2,5 тысячи пунктов. Я считаю, что для многих из вас также этот уровень является достаточным. Я считаю, что по мере касания данного рубежа можно будет уже выйти из американской фондовой секции, посмотреть со стороны, за тем, как будут обстоят дела дальше. Поскольку мы с вами допускаем, что американский фондовый рынок снова может стать причиной нервозности на рынок, точнее, те распродажи. Конечно же, сейчас нам нужно быть более терпимыми к тому, что происходит с парой доллара японской иены. Потому что рост спроса на иену как раз и отражает тот факт, что на рынке многие готовятся к этим самым распродажам. В свою очередь, друзья, хочу отметить, что позитивный фонд для доллара, не то чтобы в контексте противовеса японской валюты, в целом для доллара, для индекса американской валюты. Он продолжает улучшаться. Это мы видим по позиции представителей ФРС, это мы видим по статистике. Сегодня, напоминаю, роничные продажи и индекс потребительских цен полагают то, что эти данные нас не разочаруют, и мы еще больше поверим в то, что ставки уже в марте будут повышены. Европейская валюта, ну, здесь по причине, опять же, повышены спроса на защиту инструмента. Мы традиционно видим, как растет европейская валюта. Евро сейчас оттогоется на отметке 1,2382. Соответственно, претендует на то, чтобы забраться даже еще выше. Я допускаю то, что локально рост евро может сохраниться до тех опор, пока доллар не перехватит инициативу. А когда произойдет это зависит от того, когда трейдеры, скажем, будут менее уже восприимчивы к настроениям и с меньшей охотой уже будут переводить свои капиталы в защиту. Фунт против доллара. Вчерашний отчет по инфляции в соответствии с ожиданием показал на то, что индекс потребительских цен остается крайне высоко, гораздо выше целевого значения в 2%. Фактическая цифра в годовом выражении инфляции 3%. Прогноз был 2,9%. Первый главный вывод, который мы делаем, то, что высокая инфляция будет и дальше выступать якорем для активности потребителей и создавать риски для экономического спада. Поэтому Банк Англии обязан поводить более агрессивную политику, повышать процентные ставки, как фактически и обещал нам в прошлый четверг. На текущий момент после вчерашнего отчета по инфляции вероятность повышения процентной ставки в мае уже практически составляет 65%. Уверен, что дальше нам будет только расти. Это должно приводить к соответствующему росту британца, который далеко еще не дисконтировал собственные курсы перспективы изменения монетарных политик, но должен на этом фоне, соответственно, подрасти. Как раз на дальнейший рост фунта мы с вами и продолжаем рассчитывать, потому что у нас ориентиры по этой валютной паре находятся гораздо выше отметки 1,40. Давайте вместе туда фунты подтаскивать. По важным событиям и отчетам, в принципе, поговорили в начале брифинга. Я предлагаю на этом, друзья, заканчивать. Соответственно, если есть вопросы, вы можете их всегда задавать на форуме о маркетсе и на канале на YouTube. Большое спасибо всем, кто оставляет комментарии, кто проявляет такую социальную активность и отдельное огромное спасибо тем, кто ставит лайки. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Соответственно, хорошей вам торговой сессии. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok